Проблема незаконного оборота наркотиков на территории муниципалитета постоянно находится на контроле у местной власти. Статистику по нарушениям на заседании антинаркотической комиссии привел временно исполняющий полномочия главы округа Эдуард Арадушкин. За 9 месяцев текущего года на территории оперативно-обслуживания МВД России по Ленинскому городскому округу зарегистрировано 159 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них выявлено и возбуждено с лицом 149 преступлений. Органы государственной власти направляют свои усилия для борьбы с правонарушениями. Главной задачей муниципальной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения озвучил руководитель комиссии Алексей Палкин. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям. Это совершенствование политики и деятельности государственного контроля за оборотом наркотиков, профилактика ранее выявленных незаконных потреблений наркотиков, сокращение числа лиц, у которых диагностирована наркомания или пагубное потребление наркотиков. Один из способов профилактики распространения наркомании – информирование о вреде запрещенных веществ, а также пропаганда здорового образа жизни среди школьников. В 2023 году во всех школах проведены следующие мероприятия – тематические недели, творческие конкурсы, беседы, тренинги, круглые столы, интернет-уроки, викторины, спортивные соревнования, конкурсы социальной рекламы, викторины, встречи со священнослужителями, представительные службы системы профилактики. Важную роль играют медицинские учреждения, которые оказывают помощь наркозависимым. Лечение, как правило, включает в себя три этапа. Это первый – стационарный этап, второй – амбулаторное поддерживающее лечение, и третий этап – это лечебно-реабилитационный процесс, который проводится уже в специализированных реабилитационных отделениях. Антинаркотическую профилактическую деятельность будут и дальше реализовывать на территории муниципалитета. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.